8.07 на Камчатском полуострове. Это Еврашки-шоу на радио Камчатка. И наша уже традиционная рубрика «Гость в студии» радует нас интересной личности своими визитами в нашу студию. И сегодня у нас руководитель Федерального агентства недвижимости «Этажи» Владимир Кретов. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как у вас получается быть всегда таким бодрым и позитивным? А я думаю, это взаимно. К вам заходишь и хочется улыбаться, и позитив сам по себе вырабатывать. Позитивные, вот. Но вопросы у нас сегодня серьезные про квартиры. Вообще позитивный риэлтор, он радует тем, что не все так плохо у нас на рынке недвижимость. Потому что если было бы все плохо, они бы так не улыбались, мне кажется. Все так? Ну, наверное, разные люди есть. Но все-таки в состоянии Камчатского рынка недвижимости ходят страшные слухи, что у нас все упало, все стоит, все заморожено. Покупают, продают квартиры? Как дела обстоят? Вот мне интересно, можно я вопрос встречать? Как вы думаете, какой рынок недвижимости? Ну, на самом деле, что вы считаете? Ну, это квартиры, жилье, не жилье. Ну и какой он, плохой, хороший? Мне только плохие слухи доходят, что все стоит, ничего не продается, ничего не покупается, потому что все очень дорого. Ключевые ставки гигантские, ипотека сумасшедшая. И на Камчатке вообще какие-то непонятные цены на квартиры. Да-да, есть такое мнение. Развейте, может быть, развейте или не развейте эти мифы. Я полностью согласен, что такое мнение существует. Вы знаете, мне очень даже как-то не по себе становится, когда такое мнение говорят мои коллеги, да, которые на рынке сегодня существуют. Я действительно, на самом деле, встречаю людей, которые занимаются недвижимостью, и они говорят, вот все плохо, рынок стоит. У меня, честно говоря, как-то глаз дергается иногда. Мне кажется, рынок недвижимости, он такой, какой должен быть. Я не скажу, что он плохой, я не скажу, что он замечательный. Он нормальный, живой, абсолютно хороший рынок. И если говорить о том, что сегодня происходит, сегодня не хуже, чем вчера. Сегодня есть куча возможностей. И самое главное, рынок недвижимости, он вообще зачем нужен? Для чего он? Продавать и покупать квартиры. Как он? Нет? Для чего еще? Это для нас, для человека. Ну, что такое жилье? Это же, наверное, самая первая потребность, которая должна быть у каждого человека. И действительно, сегодня можно найти хорошие варианты для того, чтобы улучшать свои жилищные условия. Ну, вот многие сравнивают с прошлым годом, этот год, что в прошлом году было тяжело. Какие планы на этот год? Смотрите, такие парадоксальные вещи, которые, ну, в последнее время мы видим, да, у нас вот такие серьезные события в мире, там, пандемия, да, еще какие-то там серьезные потрясения. Вот эти потрясения на рынок недвижимости парадоксально, очень парадоксально влияют совершенно по-другому. То есть мы, когда была пандемия, думали, что все, рынок тут все, стало, все плохо. Все, нет, абсолютно нет. Мы научились, мы перетрансформировались, научились работать с онлайном очень хорошо. Это очень сильно усилило нас. Рынок недвижимости там точно не стоял. Вы знаете, вот с другими событиями, которые недавно были, рынок недвижимости показал точно такую же ситуацию. Он взлетел просто. Просто люди начали покупать недвижимость. Ну, естественно, на фоне всего этого и рост пошел цен. Вы знаете, бытует мнение в обществе, что риэлтор – это такое вот лишнее звено между продавцом и покупателем. Всем мы умеем выложить на авито фотки своей квартиры, да? Зачем нужен риэлтор? Классный вопрос. Вы знаете, вот ко мне очень много друзей обращается иногда там и спрашивают там, квартиру продать или еще что-нибудь. Я смотрю, люди выставляют квартиры, я говорю, действительно, я всегда рад дать совет любому человеку, который хочет продать свою недвижимость. Ну, реально, просто я расскажу, что нужно сделать. И человек может спокойно заниматься продажей своей недвижимости. Но надо понимать, что наша деятельность сегодня – это совсем не то, что существует в понимании обычного человека. Обычно люди думают, что риэлтор – это такой человек, который взял квартиру, навесил там сверху какую-то сумму. Ну, да. Поставил на авито и на этом все. А что-то еще происходит? Вот буквально вчера ко мне мой однокурсник обратился, говорит, надо продать квартиру и так далее. Говорит, а мы уже обратились к риэлтору. Я говорю, ну и как результат? Он говорит, ну пока никак. Сколько времени прошло? Ну, полгода уже. Я говорю, а что делаете-то? Ну, вот вопрос у меня тогда возникает. Это риэлтор и зачем он нужен? Он просто выставил квартиру и все, и она стоит. А что еще должен делать риэлтор? Да, там есть такой определенный пул работы, который делается до того, как квартиру нужно выставить. То есть, ее нужно сначала проанализировать цену, выставить ее в рынок правильно, ее подготовить нужно. После того, как она вышла на рынок с правильной ценой, уже нужно с ней правильно работать. То есть, это правильные показы. Опять же, объем покупателей, которые сегодня существуют на рынке, это не те покупатели, которые вот они просто вышли там на авито, да, и быстренько взяли и купили квартиры. Вот у нас в компании происходит очень большое количество сделок, и мы понимаем, как вообще рынок себя чувствует. То есть, мы видим людей, которые хотят улучшаться, да, которые подают заявки на одобрение в ипотеку. И они готовы продавать свою недвижимость и покупать. То есть, у нас на сегодняшний день есть огромное количество покупателей, которые готовы смотреть эти квартиры. И немножко я сейчас захожу в свою профессиональную деятельность, кажется, наверное, не очень интересно будет. Но смысл в том, что когда люди обращаются к нам, вот то, что мы проговорили, что обычный человек думает, что риэлтор – это человек просто, который поставил, и на этом все. Когда люди заходят к нам и видят объем работы, который мы выполняем при продаже квартиры или при покупке квартиры, они потом говорят, да, так бывает, реально. А чего вы нам раньше не говорили? Потому что я всегда радею, и наша компания дает очень много возможностей людям. То есть, это и сниженная ставка по ипотеке. У нас есть свои преференции, так как мы федеральная компания, у нас есть преференции. То есть, у нас вы, допустим, можете зайти в какой-то банк любой и получить одобрение по ипотеке с определенным процентом. Зайдя в этот же банк, но как клиент наш, вы получите процент ниже. Плюс мы можем сэкономить на страховке там до 50%. Если вы покупаете с нами квартиру в новостройке, то это для вас будет бесплатно. Здесь нам платит застройщик, да, все знают эту информацию. И заходя к нам в компанию, вы получите весь спектр ценообразования, полностью всю информацию о рынке недвижимости. Не так, когда вы зайдете конкретно уже, например, на стройку. Например, зайдете к одному застройщику, естественно, каждый застройщик будет хвалить сам себя. Но зайдя, например, к человеку, который занимается всякими разными новостройками, он вам даст разницу. Чем этот хуже, чем лучше, где цена и так далее и подобное. У кого какие проблемы есть. А можете поделиться какими-нибудь льготными программами, которые наиболее популярны сейчас у граждан? Вы знаете, вот хороший вопрос сегодня, опять же, то, о чем мы начали говорить, как влияет рынок. И сегодня мы знаем, что у нас ставка ЦБ 16%, ипотека, которая на вторичку сегодня выдается для наших граждан, она в среднем 17%. Это, если вернуться немножечко назад, это просто бешеный процент. Это чудовищно, я бы назвал. Да, но вы знаете, я скажу, что даже сегодня с этой ставкой выгодно покупать квартиру. Объясню, почему. Ну, много можно рассказать, самые такие острые моменты. Первое, что жилье, во-первых, всегда растет на протяжении 30 последних лет. В долгосрочной перспективе жилье постоянно растет. То есть сегодня, условно, купив квартиру за 5-10 миллионов, неважно, даже по повышенной ставке, у вас есть несколько плюсов. Во-первых, у вас фиксируется ежемесячный платеж, неважно, какой он был, сейчас мы к этому вернемся. А через 5 лет этот платеж у вас останется тот же, а зарплата будет другая. Раз. Стоимость квартиры через 5, да через год она уже будет другая. То есть жилье постоянно растет, даже взяв, казалось бы, повышенный процент сегодня, все равно это выгоднее. Если говорить по повышенному проценту, то сегодня у нас есть прогнозы, мы знаем, что к концу года мы дойдем до ставки, ставка снизится где-то, наверное, к 11-12%. То есть сегодня можно получить одобрение по ипотеке на вторичку, на процент, который сегодня существует. Условно, завтра этот процент снизится, мы можем сделать рефинанс. У нас, кстати, в компании это бесплатное действие. То есть у вас снижается ежемесячный платеж и снижается процентная ставка. Это вообще классная штука. Скажите, а бывают такие варианты? Вот к вам обратился клиент, у него квартира настолько неподходящая для продажи, что вы просто отказываете. Или что в этом случае сделать? Знаете, когда захламлена всем подряд какая-нибудь бабулечка, родственница скончалась, и родственники хотят, например, продать, а там вообще трэш. Ну, бывает такое? Бывает, конечно. Отказываетесь? Я только хотел спросить, что именно вы имеете в виду, вы сами сказали, состояние квартиры. Нет, мы не отказываемся. У нас в компании есть такая услуга, называется хомстейджинг. Это действие, которое позволяет привести квартиру в тот надлежащий вид, который можно позиционировать покупателем потенциальным. Эта услуга вообще очень развита на Западе, очень хорошо она уже работает на материке и заходит в последние годы к нам. Это подготовка квартиры в тот вид, в котором человек, потенциальный покупатель, заходя в эту квартиру, может представить себя там. А это на самом деле, знаете, вот вы хорошую тему затронули. Очень много факторов, которые влияют на квартиру. Вы же заходите, вы же примеряете ее на себя. И вы заходите, представляете ее в квартиру. Вот я там, иногда бывают у меня какие-то лекции внутри компании. Я рассказываю, как раньше продавались квартиры. Я работаю уже лет 25, наверное, в недвижимости. И помню, когда там 90-е, 2000-е мы продавали квартиры. У нас край морской. Моряки приходили с моря, отмечали. И иногда, раньше что-то в их телефоне не было, мы договаривались на время. Иногда были такие случаи, действительно, когда приходишь, а там дым коромыслом, вот это вот пиво, корюшко, запахи и так далее. Вы представляете, вы заходите покупать квартиру, попадаете в ад. Да, 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 да. Но, к сожалению, к сожалению, некоторые люди это вообще в принципе не понимают даже сегодня. То есть сегодня люди, которые самостоятельно занимаются продажей, они могут абсолютно спокойно назначить, например, там на 17.00 показ. И при этом жарить корюшку дома. А что здесь такого, это же нормально. И выйти в трусах, там, здравствуйте, давайте квартиру посмотрим. Ужасно. Вот это самое страшное описание квартиры, состояние жилое. И вот тогда это сразу все представляется в красках. Да нет, ну вы поймите, просто человек, который продает квартиру, он же любит ее, да. И есть люди, которые занимались этим несколько раз, да, у них получалось-то, они уже какое-то представление имеют. Есть люди, сейчас есть интернет, можно все почитать и посмотреть, как правильно подготовить квартиру и так далее. Но в принципе мы же все, вот я считаю, что все-таки заниматься каждый должен своим делом. Если продавать квартиру, то пусть занимается этим профессионал. Потому что он точно знает, какие есть плюсы в этой квартире, какие есть минусы и как ее правильно выносить, как ее правильно показывать. Даже показ нужно делать правильно. Ну то есть там есть определенные скрипты, да, ну. Отрекламировать покупателя. Да, да, да. Ну конечно, это же не только квартира, зашли там вот спальня, вот кухня, вот балкон. Вот садик рядом, вот школа рядом. Нет, нет, вот смотрите. Управляющая компания хорошая. Это зависимость от покупателя. Классные вопросы. Просто смотрите, когда мы работаем с покупателем, мы четко понимаем его потребности, что ему нужно. У меня был кейс когда-то, когда один из моих там старых друзей искал себе квартиру. Говорит, давай что-нибудь поищем. Я ему говорю, вот смотри, есть квартиры какие-то, список выбрали. Поехали посмотрим. Смотрим квартиры. А он, ну, сам воротит, говорит, мне не нравится, мне не нравится. Я не мог его раскусить, я не понимал, что ему нужно, в чем потребность его. И потом он звонит, говорит, слушай, тут есть квартира на Флотской. А Флотская тогда только расстраивалась. Двухтысячные были, там вот только первые дома, я не помню, 10 или 12 там построился. И он говорит, вот классно, я говорю, да там лес, ну и там еще дорога не очень. И вообще там, он говорит, да нет, мне нравится. Мы потом, когда с ним беседовали, я понял, у него была потребность парковка. То есть там далеко от дороги, там минут 15 пешком нужно до остановки. Да, вниз прям. Да, вверх великать до остановки. Вот, но для него было очень важно парковка, свободные места. И лесополоса как раз гулять с собакой. Все, ему больше ничего не надо было. Я говорю, послушай, вот эта квартира стоит реально дороже, чем, например, там Набеля квартира в лучшем состоянии. Он говорит, да, но это мне не нравится, мне вот это надо. И я думаю, вау, так вот оно. Так вот, я хотел сказать, что мы, когда работаем с покупателем, мы выявляем потребность и понимаем, что нужно покупателю. А очень важно, например, мне может быть не важен ремонт, как мне важно, например, чтобы рядом был садик или школа для ребенка. Или та же парковка, да, автомобиль, вы сегодня тему затронули. Я люблю свою машину. И я не хочу ездить кругами вечером там для парковки. Или я боюсь, что там кто-то где-то, она опасно стоит, ее там тронет, заденет и так далее. Мне нужно, чтобы было безопасное место для моей парковки. Все для меня самое главное. Скажите, спустя какое время продавцу квартиры нужно начинать беспокоиться, когда вот тишина, он вроде как начал работать с риэлтором, опубликовали объявление и тишина. Когда есть какой-то дедлайн, что все, никто тебя ничего не купит, надо что-то делать. Есть разумные сроки по продаже недвижимости. Вообще, я считаю, что они должны коррелироваться там месяц-три, в зависимости от комнатности, да. Да, потому что, понятно, чем больше объем квартиры, тем больше, тем тяжелее ее продать. Ну, на самом деле, это, ну, как бы мы понимаем внутренне, но есть цифры, которые показывают, какое количество квартир продается на сегодня там, да. Мы эти срезы видим в месяц, год и так далее. Есть у нас вообще такое понимание, как ядро продаж. Если вы попадаете в ядро продаж, это то, что чаще всего продается. Двушки какие-нибудь? Единички, двойки, да. Меньше двойки, больше единички. Там цена за квадрат больше, но они продаются. Намного больше и намного чаще. Потому что человек хочет купить себе квартиру, у которого нет, да, он не улучшается, а просто первую квартиру в жизни, например, он хочет купить. Он смотрит на цену, сколько сегодня квартира стоит однокомнатная. Ну, там 5-6 миллионов, все окей. Понятно, они есть и 10, и 15. Но человек будет смотреть в первую очередь на цену, да, и он посмотрит. Там будет квартира 29 квадратов, но она будет стоить 5 миллионов. Он на нее больше посмотрит, чем он посмотрит на квартиру 36 квадратов, но она будет стоить 6 миллионов. хотя возможно ну там посчитать надо что 6 миллионов будет дешевле чем та которая за 5 они подскажете а что сейчас пользуется большим спросом новострой или все-таки вторичка у покупателей ну у нас рынок слава богу меня действительно так радуюсь вот некоторое время назад я приезжал но возвращался камчатки часто летаем до куда-то приезжаю мне так действительно становилось грустно потому что там выезжаешь москва питер и новенькие дома новостройки на работа не в этом плане а в плане жизни знаете вот это вот ну так классно так приятно все это все красивые думка даже у нас все-таки это будет но тяжело 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 сейчас наконец-то у нас сегодня очень много новостроек ну для камчатки да понятно что мы и есть возможность людям заехать действительно в новое жилье хорошее качественное новое у нас новое жилье дороже стоит в новостройки чем например вторичка есть какие-то льготы меньше есть это совершенно разное жилье смотрите если взять например хорошую однокомнатную квартиру вы понимаете что туда можно заехать и жить и она будет полностью меблированная да и у нее есть цена за квадрат если вы берете новострой вот по мне был лучше новострой почему потому что это полностью новые коммуникации это аура квартиры никем не обремененная никто и никогда не использовал вы сами ее строите плюс а надо понимать что новострой это совершенно другие площади то есть вы можете взять себе однокомнатную квартиру 50 квадратов да во вторичке то которая уже построена вы возьмете себе двухкомнатную 40 квадратов но это немножечко другое нужно просто себя ощущать в этой квартире плюс возможность построить в новострое то что нужно мне вот под себя там прихожки всякие там гардеробные большой зал или наоборот там и так далее не нужно хоум стейдж заказывать все продавцы вторичного жильяки ну спасибо владимир спасибо вот помогли конечно а у меня я хочу вернуться естественно хоум стейджу простите меня что я возвращаюсь назад по мне мне просто интересно оплата за услугу эту происходит сразу же или например по факту продажи квартиры просто может ли быть такое что человек сказал я скворт продажи квартира дам вы сделали хоум стейдж он такой да я что-то передумал продавать не но договор наверное все таки всякие разные ситуации бывают вы знаете вот минимальный хоум стейдж который мы сегодня рекомендуем людям мы в принципе людям рекомендуем его сделать и люди его сами делают минимальный пристаете квартира там не убитая не веришь там побитые стекла или еще что-нибудь в принципе там можно все сделать обращаем внимание цвет цвет запахи и лишние предметы лишние предметы это вообще такая вещь которую знаете я тоже когда-то это осознал так глубоко потому что бывают квартиры когда заходишь там висят портреты бабушек дедушек и так далее да мы это ценим и так далее тому подобное но для продажи квартиры это абсолютно работает другую сторону потому что человек когда заходит квартиру он должен себя ощутить в этой квартире он должен понимать что на этом диване например я буду спать вот здесь я буду делать зарядку здесь я буду пить кофе там и так далее и тому подобное но когда он заходит в квартиру видит там чей-то недопитый кофе или недоеденный борщ он наверное будет очень ему сложно будет принять решение там до себя ощутить здесь он будет чувствовать себя в гостях то есть лучше вешать его фотографии сразу как риэлтор фотографируйте при входе даете полностью обезличиваем квартиры это самый лучший вариант полностью обезличим знаете вариант гостиницы его сравниваю происходит вроде ничего нет и все есть класс личных вещей нет да совершенно правильно скажите как происходит оплата услуг риэлтора то есть обращается клиент к вам вы производите все манипуляции продаете квартиру из продажи берете своего вознаграждения или как-то дополнительно клиенты в процессе продажи платить ну во первых у нас есть четкое понимание что мы сегодня во первых не завышиваем как никогда стоимость квартиры сверху ничего там не навешиваем да там ли как можно выразиться то есть мы берем определенный процент продажи квартиры услуги платятся естественно только по факту выполнения работ причем если раньше рынок у нас исторически складывался так что когда агент вступал в сделку и находил покупателя составлялся предварительный оговор люди друг другу передавали задаток и в этот момент рассчитывали с агентом я считаю что это неправильно почему потому что существует и развал сделок и всякое разное в жизни может быть поэтому во первых клиент продавец должен он же собственник квартиры он непосредственно заключает договор с покупателем и он должен получать деньги на этом деньги его он там понимает куда ему нужно тоже очень такой интересный вопрос наверно отдельная тема для него нужно мы сегодня стараемся прибегать к таким способом чтобы эти деньги резервировались на каких-то счетах для того чтобы не было потом каких-то неблагоприятных последствий например потратил куда-то задаток а потом не дай бог сделка не пошла ему нужно возвращать а возвращать не с чего поэтому должны быть какие-то способы безопасных расчетов то есть это мы если я перебегу на сделку саму то мы четко понимаем что если продается покупателем рассчитывается сегодня мы работаем сегодня только с безопасными расчетами это означает что покупатель передает деньги продавцу если это нал то это ячейка они там хранятся до сделки если это безнал то это депозит деньги лежат на депозите их видит покупатель продавец как только переход права произошел деньги загружается на счет продавца у нас компании мы же уже года три не ходим в мфц у нас свои электронные регистрации сделки мы регистрируем прям в офисе сроки регистрации очень радует сегодня сутки и вот мы а на сделки когда приходят люди открываем там им онлайн аккредитив и регистрируем сделку онлайн все деньги все видят сделку зарегистрировали у нас были случаи я недавно было мероприятие в росреестре мне очень отрадно было отметить наш росреестр с количеством времени на регистрацию по моему 7 или 17 минут была регистрация у нас люди в офис зашли мы документы подали в росреестр на регистрацию и люди вышли не успели ой не успели доехать до до дома с машины звонят говорит нам пришло письмо что сделка зарегистрирована до зарегистрировали сделку деньги загрузились люди очень счастливы какое приятное письмо на может быть мы поделимся контактными данными вашего агентства для тех кто заинтересовался кто сейчас в поиске риэлтора профессионального в продаже в покупке нуждается у нас есть телефон 40 24 24 он легкий но на самом деле сегодня век интернета открывать интернет этажи находите читайте там всю информацию там полностью все про нас прописано у нас прозрачные цены все услуги там есть приходите всегда рады будем помочь ну что ж руководитель федерального агентства недвижимости этажей был у нас гостях владимир кретов спасибо большое что были с нами очень интересно и надеемся на следующие встречи потому что актуальна и важна тема для нога да очень много огромное количество конечно спасибо вам большое хорошего всем прекрасного дня гость студии на радио камчатка